Светлана Никифорова 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 И там, и там всегда, конечно, применяются современные методы лечения, и они необходимы, потому что здоровье человека для врача это номер один. Мы стремимся к тому, чтобы пациент, который к нам приходит, был здоров, и применять все возможные методы лечения, в том числе и современные, которые, я хочу просто подчеркнуть, аккредитованные у нас в стране и сертифицированные. Вот в этом сейчас номер один не проблема, а вот решение этой проблемы. И заметим, что решений таких все больше и больше, и они на все более высоком уровне, и это мы видим и по тому, как увеличится продолжительность жизни человека, и период молодости человека. То есть мы сейчас уже понимаем, что люди живут дольше, они дольше остаются молодыми, дольше остаются красивыми, ну и такие люди, как Юрий Седов, нам в этом помогут. То есть вы занимаетесь именно пластической хирургией? Я занимаюсь пластической хирургией, потому что вот эстетика, ну если говорить о эстетической медицине, то это, понимаете, это отрасль индустрии красоты и здоровья. То есть эстетическая медицина, она такой широкоформатный имеет название, куда включено очень много разделов. Вот что относится к эстетике? В основном это красота тела. Что мы делаем для красоты тела? Что мы применяем? Мы применяем мезотерапию, мы используем ботулотерапию, мы применяем контурную пластику, мы делаем контурную пластику, то есть это нити, филеры, вводим внутрикожное. Ну, вы знаете, что вы говорите. Слышали, мы не знаем, мы слышали. Но помимо того, что в эстетике есть косметология, там есть, конечно же, и терапия. То есть физиотерапия, это тоже относится к эстетической медицине. Могу сказать, что сейчас на широкую ногу встала перпитерапия, технология. Это ведение плазмы, обогащенной тромбоцитами, достаточно современной и очень эффективной, широко распространяется. Ну и, конечно же, в раздел эстетической медицины входит пластическая хирургия. Это большой раздел, в который все включено. Это и изменения и внешности, и есть раздел пластической хирургии, реконструктивной хирургии, где происходит восстановление органов, деформации тела. После каких-то различных травм? Травмы, болезни, заболевания. Ведь если брать, например, применение ботулотоксина, то он был изопречен, это ботулотоксин, и применен в таком разделе медицины, как неврология. То есть это первое введение ботулотоксина в неврологии. Потом уже пошла косметология, красота, эстетика и все остальное. А я, да, вот раздел эстетики, пластической хирургии. Я очень доволен тем, что я сейчас занялся этой профессией, специальностью, этим направлением. Я хотел давно этим заняться. Очень давно, но в силу некоторых причин. Причина эта работа в государственной структуре, в государственной больнице немножко не давали возможности заняться этой хирургией, этим направлением. Я давно хотел, лет 10, может 15 назад это. Ну, понимаете, государственная медицина, она себе подразумевает занятия пациентами, больными, болезнями. Кариотерапия, да? Да, это дежурство, это экстренные операции, это не спать ночами, это бегом в больницу, если что-то произошло, ну, это другая жизнь немножко. Мы продолжим, поговорим о медицинской жизни с Юрием Седовым через музыкальную паузу. Привет всем! Мы снова в прямом эфире программы «Тема дня». Очень рада здесь быть я, Татьяна Ларина, моя соведущая Светлана Никифорова, и с удовольствием слушаем сегодня о медицине, о жизни и о творчестве Юрия Седова. Это пластический хирург, больница Пирогова, кандидат медицинских наук. Да, Юрий, расскажите нам, пожалуйста, про клинику Пирогова, что какие там ноу-хау изменения. Мы понимаем, что есть очень много новых наработок и новых изменений в медицине, и вот хотелось бы, так как у нас уже был телефонный звонок, и наш номер 390, нам можно звонить в прямой эфир и задавать вам вопросы. А сейчас ответьте, как? Что нового, какие изменения, и какие направления новые именно в клинике Пирогова по пластической хирургии? Понятно, понятно. Ну, начну с того, что хочу сказать, что больница Пирогова – это большое многофункциональное учреждение, которое включает в себя несколько видов хирургии. Это пластическая хирургия, да, клиника Свинтицкого, это хирургия, клиника современной хирургии под руководством главного врача и заслуженного врача Российской Федерации Шульмана Якова Григорьевича, где проводятся и общихирургические операции, и гинекологические, и протеологические, и челюстно-лицевая хирургия присутствует, большой раздел. Большой раздел, да. Это вот здесь. Ну, и пластическая, конечно, хирургия представлена многими видами операций. Вообще, хочу сказать, что достаточно прекрасный коллектив в больнице Пирогова подобран. Это прекрасные врачи, прекрасные хирурги, да. Это одно фамилия, Свинтицкий, это что-то уже говорит, да. Дмитрий Евгеньевич, Илья Владимирович Карташов, вот ваш покорный слуга, там присутствуют и замечательные другие врачи есть. Это молодые врачи, это флеболог Алексей Александрович Болтик, это прекрасный средний медицинский персонал, великолепные администраторы, которые знают дело, ну и, конечно же, руководящий коллектив. Вот я передал всем привет. Своей большой семье. Хочу сказать, что действительно большой объем операций мы проводим. Если я вот так вот вспомню, что за 8 месяцев этого года по больнице Пирогово прошло 800 операций. 800 операций, ну и пластические, эстетические и общихирургические. Они идут по графику или же могут люди прийти и вот прям... Ну понятно, что сегодня... Конечно, график. Очень большой объем постсечений, да, конечно же. В день где-то выполняется по 10-12 до 15 операций. Это, конечно же, в основном операции на лице. Операции на лице. Это блефропластик, это верхние и нижние веки, это круговая подтяжка лица, что пользуется достаточно большой популярностью. Популярностью очереди есть, и на консультации очереди есть, и на операцию. А за сколько нужно записаться на операцию? Ну, смотрите, у меня, например, в данном случае сейчас запись, ну где-то после отпуска идет, веду запись на прием, и сейчас я веду запись на операцию на декабрь месяц, уже декабрь. То есть сегодня август, а уже на декабрь, получается 3 месяца, 3 месяца. То есть очень много работаете, вот, наверное. Очень много идет работа, и очень много идут пациентов на осмотр, на прием. Рома, ребята, вот Илья Владимирович Карташов и Дмитрий Евгеньевич Свинтинский, у них запись там чуть ли не туда, ну далеко не буду. А сколько, доктор, я понимаю, что это кропотливая, тяжелая, да, работа, сколько доктора может сделать операции за день, за смену? Здесь, смотрите, здесь самое главное, закон медицины, не навреди, да, то есть врач берет столько себе объема оперативного вмешательства в сутки, чтобы его выполнить не только по объему максимально, но и качественно. То есть врач должен знать меру, то есть, все, я устал, дальше нет. Ну примерно сколько, 2-3-5 операций? Ну, 4-5 операций на лице, я, например, беру одну операцию в день. То есть я занимаюсь операциями по, беру тело, то есть я к лицу отношения никакого не имею, не беру ни круговые подтяжки, ни нос, ни уши, этим не занимаюсь. Это моя любимая операция, это обдоминопластика, да, то есть ликвидация жирового фартука, да, лечение такого ожирения, скажем так, вот, ну, достаточно существенные проблемы, очень много всяких обращаются женщин, это липосакция, да, это контур. Ну, в основном женщины или мужчины тоже обращаются к контуру? Можно я дальше еще скажу? Да, 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 извините, может, так интересно, хочется узнать все. Это бракопластика, да, то есть это ликвидация... Чтобы руки не висели. Да, это феморопластика, то есть бедра. Бедра. Да, ну, и мамопластика, то есть протезирование молочной железы. Это вот то, что я взял себе, определил свою сферу деятельности, и так как я из общей хирургии вышел, мне это нравится, я люблю заниматься. Прям кайфуете вот во время работы. Да, 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 вот это, вы не понимаете, вы не представляете, когда приходят пациентки, ну, видишь, фотографируешь там для себя, для сравнения, а потом-то опа-на, вот она. И красотка, да? Ты-ли-ты-ли-ты-ты-ты, да, да, контур ушел. То есть можно делать человека, лепить человека как глину? А представляете, какой кайф испытывает хирург, который занимается лицом, да, то есть приходит, оп, а выходит уже... Выходит, ах! Знаете, приходит пациент, говорит, сделайте мне вот так вот. То есть, а бывает вот, что вы отказываете? То есть человек пришел и хочет что-то такое за гранью добра и зла, и вы можете сказать, что вам это нет показаний. Есть такое, да. Свет, отвечу на твой вопрос. В основном женщины. В основном женщины. Мужчины есть, редко, но приходят. Ну, то есть все равно женщина как бы, она более как во всех сферах ухаживает за собой, хочет быть красивой. Конечно же. Это кискатология, да, это мы говорим. Об эстетике. Ну, и, конечно же, пластической хирургии. А согласны, что мужчина может быть чуть привлекательнее обезьяны? Или это миф? Слушайте, ну... Татьяна. Это идет из глубины веков этот вопрос. Он всегда спорный. Мужчина должен следить за собой. Я никогда не скрывал, никогда и не буду скрывать, потому что, ну, зачем? Я тоже прибегал к опыту пластических хирургов. Почему нет? И косметологов, и я... И результат на лицо, как говорится. На лице. Да, на лице. На лице. То есть, ну, мужчина должен тоже выглядеть привлекательно, достойно и своему возрасту, а может даже немножко и моложе быть. Своего возраста, ну, это всегда хорошо, когда ты выходишь, ты думаешь, опа, и солнце светит, и жестоволы тонутся лучше, и красивее все вокруг. Так что, да, мужчины тоже обращаются в меньшей степени, но, да. А по поводу, по поводу, что нового. Новое. Мы приобрели достаточно прекрасный аппарат, дорогостоящий, но очень высококачественный, немецкого производства. Это липосактор, фирма BodyJet, который выполняет липосакцию с менее травматичными последствиями. Менее травматичные, да, менее травматичные. Это водостроенный, это во время его манипуляции большое давление воды, разбивает жир, и одновременно этот жир засасывается. То есть, ну, мало травматично, эффективно, качественно, и все. Волшебство. Да. А вообще, жизнь полна волшебства, и в том числе и пластическая хирургия, и медицина. Столько интересного в этом происходит. Сегодня говорим об этом с Юрием Седовым из больницы Пирогова. Оставайтесь с нами, прервемся на небольшую паузу. А мы в прямом эфире, тема дня у нас. Мы уже возвращаемся к нашему разговору с Юрием Седовым. И меня зовут Татьяна Ларина, со мной Светлана Никифорова. И Юрий Седов. Да, мы здесь. Юрий, вот нравилось ли учиться в медицинском вузе? Была ли это какая-то особая часть жизни? Да. Ну, во-первых, я стремился. Я стремился поступить в медицинский вуз. Это было свое устремление, или родители так хотели? Сначала я хотел быть шофером. Потом я хотел быть космонавтом. Даже я говорил, я Юрка Гагарин, советский парень. К нам присоединяется слушатель. Алло, здравствуйте. 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 Результаты операции, сделанных с его помощью, изучены. Спасибо, Оксана. Юрий Анатольевич. Нравится, когда так обращаются? Ну, это немножко сразу же так вот становится серьезным после этого, когда я называю Юрий Анатольевич. Ну, ладно. Да, действительно, спасибо за вопрос. Данный аппарат был изобретен в Германии где-то 20 лет назад. И я этим летом был в той клинике, где руководит тот человек, который изобрел этот аппарат, и который применяет этот бодиджет достаточно широко. Очень хорошие результаты международного, международные результаты применения этого аппарата. Он не только проводится липосакцией, но этот аппарат дает одновременно возможность сразу же, без подготовки, без центрифугирования, без разных старых методов ввести жир в ткань. Этого пациента, то есть провести такой липофилинг, липотрансфер, пересадку жира без отторжения. Вот это сейчас достаточно широко применяется. Это сейчас выходит на первые планы при формировании контура тела, при изменении внешности тела. Очень широко применяется и при липофилинг молочных желез, липофилинг ягодиц. И применяется пересадка жира на лицо, кисти, голени. Вот оно, что происходит. То есть лепить может человек, как хочет, на усмотрение хирурга. Нет, я понимаю, конечно, наверное, сначала идет оговаривание с пациентом. Да, конечно. Но, тем не менее, хирург уже во время операции принимает решение, да? Что или как? Или как проходит? Пациентка приходит. Я хочу убрать, сделать контур, убрать жир, уберите мне бока, уберите мне живот, а еще я хочу, например, сделать грудь себе. Ну, и здесь, конечно, начинается осмотр, начинается вымерять, сколько мы можем взять, куда переместить. Если действительно есть возможность увеличить молочную железу собственным жиром, почему бы это и нет? Даже так? То есть перемещение идет, я так понимаю, да? Да, не хочу имплант, мне говорят, хочу вот с вами жиром. Но, действительно, я начал этим заниматься, и могу сказать, что грудь выглядит совсем по-другому. Более естественная? Естественная, да, она естественная. Есть некоторые «но» в этом методе липотрансфера, липофилинга. Жир не полностью приживается, который перемещается. Где бы вы ни читали, где бы ни говорили, что там 90-80-100% нет. 60-70% приживания жира в теле при перемещении его. Ну, а нету тогда, если приживается 60-70%, нету каких-то углублений или еще изменений? Нет. Нет, 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 это свой, собственно, и собственная ткань. Собственная ткань, она пересаживается просто с одного места на другое. Мировые цифры показывают, что практически отторжения не бывает. А реабилитация как проходит? Вот мне как-то реабилитологу всегда интересно, насколько, да, можно? То есть, в принципе, нет, я имею в виду, что по физической активности. Через 2-3 дня вы выходите на работу, может, на следующий день. Через неделю вы занимаетесь, начинаете заниматься легкой физической нагрузкой. Я говорю, начните с легкого кардио, да, то есть ходьба, быстро ходьба. То есть, в принципе, как бы это все через недельку. Через недельку зал. То есть, сейчас быстро очень, после операционного периода. Более таковой нету болевого синдрома, но он есть, умеренный, да, потому что есть всякие препараты, которые можно обезболить, боль, таблеточки, выпил, все, и пошел. Все это терпимо, никто на стены не лазит. Все это, как говорится, от лукавого, говорят, что вот так больно, мне так больно, нет. То есть, все проходит спокойно? Реабилитация проходит после липосакса, особенно на данном аппарате, когда подается специальный раствор под давлением, там же есть анестетик, обезболивающий, боли никакие после операционного. Встала вечером, утром взяла, вечером пошла. Получается, что вы даже не оставляете пациента или пациентку у себя в больнице? Нет, желательно все-таки на сутки под наблюдением. Под наблюдением что-то, да, есть возможность там человеку задержаться? То есть, есть, да, у нас единственный частный круглосуточный стационар. У нас одновременно могут находиться в стационаре 23 пациента. И круглосуточное медицинское наблюдение, и среднемедицинские персоналы ежедневно дежурят врачи-хирургии, анестезиологии. То есть, это круглосуточное наблюдение. Мы не оставляем своих пациентов без осмотра, без наблюдения, без каких-то консультаций. Вот, это обязательно. То есть, сутки это точно. А если пациенту потребовалось больше, он может остаться у вас? Да, хоть неделю. Понятно. Живите, живите, не хочу. Мы рады всегда. Мы будем вас за временем наблюдать. Да, 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 конечно. Это программа «Тема дня». Напомню, телефон студии 300-190. Для тех, кто сегодня Юрию Седову, пластическому хирургу, хочет задать свой вопрос, звоните непременно. Вопрос страха. Бывает ли, что пациенты боятся, они согласились уже на операцию, а боятся вот этого вмешательства. Как помочь, как успокоить человека? Ну, врачи, они же те же самые психологи, да? То есть, мы обязательно общаемся на первичной консультации с пациентом, который приходит к нам на операцию. Но я могу сказать, что когда пациент, пациентка, в основном, приходит уже на первичную консультацию, и у нее уже есть пунктик, да, что я хочу сделать это, она уже морально подготовлена практически на все стороны. Уже подавила где-то этот страх, и желание у нее сильнее, чем страх. То есть, первый шаг она сделала, она переступила порог учреждения, пришла на консультацию к врачу. Это первый этап, она переборолась, переборолась. Она сказала, что да, я хочу это сделать, я пришла. Дальше идет, конечно, разговор, конечно, все на позитиве. Мы понимаем, что к нам приходят не больные пациенты за здоровье, а к нам приходят здоровые пациенты за улучшением своей внешности. И здесь, конечно же, врач должен быть еще большим психологом, чтобы успокоить, чтобы настроить пациентов на положительные эмоции. Где-то улыбнуться, где-то посмеяться, где-то пошутить. Ну, все, конечно, на больном серьезе. Конечно, страх существует. Страх существует перед наркозом. Вот я боюсь уснуть и боюсь не проснуться. Да, конечно же, это и есть. Но для этого существует и, да, так называемая система промедикации. То есть это успокоение, седация перед наркозом. Могу сказать, что прекрасный анонсологический коллектив под руководством заведующего службы Петра Олеговича Устенова, прекрасная аппаратура. Ну, все то, что есть на современном аппаратуре, в современном мире, и препараты, и посол, оно присутствует. То есть все в вашей клинике, оно... Бояться нечего. А вот, если честно, а сам хирург, он боится? Ведь рука-то должна быть твердой. Какие-то особые должны быть, болевые качества. Татьяна, если я сейчас скажу «да», то я сделаю себе антирекламу. Но, если честно, да. Если честно... И это нормально. Где-то слышала фразу «волнение перед боем – признак того, что ты в профессии». Да. Это то же самое, как вот вы выходите в эфир, все равно волнение. Когда наступает, все сразу расслабились, все хорошо, у нас все прекрасно, та же хирург. Я каждую операцию прокручиваю, все этапы операции. Потому что пациентки разные бывают. Большие, маленькие, толстенькие, худенькие, моложе, постарше. Какие могут быть проявления, какие могут быть сложения. Где я могу поймать подводные камни. Я любой этап операции прокручиваю перед тем, как зайти в операционную. Все, я зашел в операционную, я в своей стезе, я в воде. Чувствую себя, как рыба. По токе, к ноте, и пошел. Здесь пошло отсутствие волны, непереживания. Рука твердая, скальпель металлический. Ассистенты прекрасные, операционная бригада вся за тебя. То есть вперед с песнями. Очень увлекательно у нас сегодня беседа. Очень интересный гость Юрий Седов, пластический хирург. Мы через музыкальную паузу продолжим наше общение. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, это из семнадцати, ты чё? Ой, это... Здравствуйте! Мы в прямом эфире. Программа «Тема дня». Говорим мы сегодня обо всём. И о жизни, о творчестве, о хирургии и эстетической медицине. А в ней эфиры даже и музыку обсудили сегодня. Меня зовут Татьяна Ларина, со мной Светлана Никифорова. И наш гость Юрий Седов. Да, это я. Пластический хирург, кандидат медицинских наук, член Всероссийского общества пластических хирургов. И, насколько мы знаем, в вашей жизни есть место творчеству. Как сочетать с хирургией занятие творчеством? Татьяна, я как Юлий Цезарь. Я пишу, читаю, говорю, ем, хожу, всё это одновременно. Сочетается. Сочеталось творчество. Раньше? Раньше, да. Сейчас я закончил с этим творчеством. А почему, кстати? Ну, пришло, наверное, время. Переросли? Выросли? Нет, пришло время, наверное. Потому что всё меняется. Меняются стили, меняются направления, меняются движения. Приходят новые люди с другими идеями, с другими воплощениями, воплощениями этих идей. Я, наверное, уже был как бы консерватор. Мне надо было уйти. Я принял это решение несколько лет назад, сказал, всё, точка, хватит, до свидания. То есть, в принципе, своё, как бы завершился этап, да, Диана? Тут этап в моей жизни шоу-бизнеса, который длился практически 30 лет, я закрыл. Вот, какие-то, может быть, хотя нет, я тут недавно в цирке проводил большое мероприятие по названию «Дискотека СССР», 4,5 часа, программа с большим удовольствием. Было хорошо? В позитиве, да, я вспомнил свои. То есть, иногда можно повспоминать так, да? Да, но вот постоянно всё творчество моё закрыто. Введение различных дискотек, больших культурных, больших программ, городского значения, областного значения, оно закончилось, хватит. Ну, надо было выбирать, да, или всё-таки, что заниматься хирургией достаточно плотно, особенно пластической хирургией, или... Ну, это ответственное занятие. Погружение нужно, да. Ну, тем не менее, это же... Я-то, по 50 лет, там, ну, шаг, давай, давай, как ты, 18 лет. Тем не менее, это же есть страничка в твоей жизни? Да, да, да. И вот нам хочется узнать, да, как вот, вот, как это всё начиналось? С чего это начиналось? Нет, 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 я же вам сказал... Или же со школы, да, 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 да. Мы в самом начале разговора говорили, разговаривать хирургией, разговаривать... Разговорный жанр, разговорный жанр. Это всё... Потом-то это переросло, даже... Переросло, да. Я был благодарен тем ребятам, с которыми я столкнулся в 1992-м... В 1991-м, в 1992-м годах, да. Это Алексей Соколов, к которому они пришли ко мне в Метакадемию. И говорит, давайте мы проведём дискотеку. Давайте. Вот после тех времён пошла дискотека Команда 13 в Медицинской Академии. Мы проездили, объездили все сёла Веси Тверской области. Мы даже побывали на площадке в Сочи, на КВН-ской площадке, где устроили маппет-шоу гостям со всей России. Выступил Дмитрий Седов в своей группе, сломал светящийся пол им. Мы раздали бесплатно 3000 бутылок пива, провели такую акцию, тем самым поддержав нашу медицинскую команду. Было дело, было когда-то. Какие-то такие фишечки были своего рода. Вот тоже пиво, да, раздавали. Да, да, да. Ну это было. Это всё было давно, это было в прошлом. Было движение, было такое движение. Потому что не было дискотек, не было ничего. А я-то помню, я на этом выросла, и я во Дворец спорта ходила на Команду 13. Нет, Команда 13 в Дворце спорта там была. Вечеринка была. Была, была, была. Ну это да. Мы приходили в гости, а в основном, да, Дворец спорта. И через полтора километра в медицинской академии, где была, где собиралась свой бомонт, приличный бомонт. От 500 до 700, 800 человек мы собирали в каждые выходные. Это было здорово. В Сочи, да, прекрасно. А потом был перерыв, связанный с некоторыми моими проблемами. А потом Клуб 80-е диска. Вообще, вообще замечательно потом время пошло. Почему-то все вспомнили про Юрия Седову, начали приглашать в рекламные ролики, в программы, ввести другие мероприятия. А пятилетие 80-е диска в Дворце спорта, Бэтбойс Блю, да. Кто еще когда привозил, кто еще был слышен? Была на этом я мероприятие, оказывается. Кстати, да, то радио, на котором мы только начинали, они были тоже организаторы. А мы стояли и смотрели на это все. Было все. Были программы, были встречи с интересными людьми. Везде побывал, везде поездил, во многих городах. Меня до сих пор знают, помнят. Не приглашают. Ну, я, в принципе, уже отошел и сам уже не поеду, наверное. Как гость приеду посмотреть. Так, я понял. А чем будет дальше заниматься Юрий Седов, расскажет после небольшой рекламной паузы. В пятницу время летит особенно быстро, особенно в прямом эфире и с нашими гостями. Сегодня же у нас в гостях Юрий Седов, пластический хирург больницы Пирогова, кандидат медицинских наук. Скажите, Юрий, семья вас поддерживает в вашей деятельности? Как-то участвует? Да. Благодаря семье, которая поддержала меня в трудную минуту, когда я решал вопрос о том, что когда я закончил государственную службу, да, и переход в частную структуру. Вот она меня очень достаточно сильно поддержала, и жена, и мои дети сказали, что, пап, давай, у тебя все получится, у тебя большой опыт за спиной. Ну, конечно, практически без одного месяца 26 лет отдать государственной службе, да, и потом перейти в частную структуру и заняться совсем другой сферой деятельностью. Хотя я уже и в государственной больнице занимался пластической хирургией, это было очень тяжело, я очень сильно переживал, сомнений было, но когда вот это все совершилось, я очень стал доволен тем, что я занимаюсь, и семья меня до сих пор поддерживает и помогает. Вдохновляет? Вдохновляет. Меня вдохновляет не только семья, ну, конечно же, семья это в первую очередь, дети помогают, и вести социальные сети, и все остальное. Меня вдохновляет и жизнь, я люблю жить, я люблю смотреть, как все другие живут, радуются, меня вдохновляет хорошая погода, меня вдохновляет хорошее настроение, меня вдохновляет женщина. Да, это конечно же. Ну, я как энергетический вампир, я вот общаюсь со многими, я потребляю это, я не знаю, я это не специально. Это обмен, это обмен, отважность тоже чувствует. Это же хорошо, это же хорошо. И что я отдаю энергию, я от меня готовлю. Это было бы, Юр, ну это было бы удивительно, если бы сказал, меня вдохновляют мужчины. А мужчины тоже могут вдохновлять, конечно, по-своему, по-своему, да. Ну, я думаю, что когда мужчина говорит, что его вдохновляют женщины, это более как-то гармонично. Ну, слушай, ну, знаешь, общаешься с женщиной каждый день, когда, ну, это естественно, как красота. И делаешь из нее еще изюминку. Да, женская красота, она всегда есть, была и будет. Обмен энергии. Конечно. И будете заниматься далее женской красотой. Конечно. То есть планы на будущее, они уже есть. Грандиозные, грандиозные. Да, катимка. Во-первых, работать. А, это главное. Сейчас немножко отдохнуть, привести голову в порядок, свое тело, сделать небольшой апгрейд, загореть, загореть и отдохнуть на море. Ну, сначала лес, грибы, потом на море. То есть любишь грибы? Да. Все-таки сильно? Сильно. Я понимаю, что в начале передачи мы говорили, да, собираю, обрабатываю. Хожу в лес, я все, да, это мое. А там что, жаришь, маринуешь, солишь? Нет? Или дальше это уже жена? Сушить, заморозить, а что-то потом зимой, там, беленькую ручку, раз, раз, раз. А какие предпочитаешь грибы? Белые, подосиновики, люблю опят по осени, когда идут для соления грузди, вижу за груздями. То есть лучше грибы, чем ягоды? Да. То есть, если вы... Но есть я люблю все. Нет, подождите, если почтение будет направо грибы, налево ягоды, пойдешь за грибами. Грибы, однозначно грибы. Вот, а потом работа, потому что уже записи на операцию и план уже достаточно, я вам говорил, что до декабря все включено, и увеличивается количество пациентов, которые приходят на консультацию, потому что расширяем мы сферу деятельности, включаем новые виды операции, которые становятся более популярными. Спасибо и администраторам, которые также... Команда, это команда большая, которая работает на всех, на себя, на тебя, на других, и все это мы вместе. Ну, когда сплоченая команда работает, это все, конечно. Конечно же, есть идея. Я видел эту операцию и хочу ее применить, но чуть попозже, наверное, съезжу попуститься. Это формирование узкой талии. Актуально для женщин? Это как-то удаление ребра? Нет, нет, нет. Это придумал Казбек Кузаев. Это не удаление, это надлом двух нижних ребер по типу, есть перелом по типу зеленой веточки. Это операция под местной анестезией, длится она минут 40, где-то дать часу. Два ребра слева и справа ломаются, надламываются, и женщина на два месяца в корсет утягивается. Формируется костная мозоль, ребра срастаются, талия мешается. А как это эстетически выглядит? А внутренние органы как себя чувствуют? Не страдают. Не страдают, то есть им хватает места? Хватает места, да. То есть там не совсем же, под прямым углом все это ломается, то есть найдет надлом немножко где-то градусов до 30. То есть каких-то последствий в руках профессионала, все будет нормально. Я видел результаты, и вот это хочу применить в клинике больницы Пирогова. Конечно же, есть еще желание выучиться, посмотреть. Списался уже с доктором, наверное, по осени тоже съезжу в Новосибирск на учебу по липоскульптомоделированию, по следующим липофилингам. Прекрасный доктор, шикарные результаты. Я рукоплескаю ему, мы с ним познакомились, и пойду тоже к нему отучусь, чтобы применять новые методики. Юрий, ну вот прекрасно рассказываешь про клинику, про все процедуры, ноу-хау, адрес клиники. Город Твери, дорогие уважаемые слушатели, улица Спартака, 42-Б. 42-Б. Это значит, где-то во дворах. Да, это за Докатрусовым. За Докатрусовым. И телефон 39-49-39 и 39-49-49. Можно записаться, позвоните. Можно записаться, да. Все вам администраторы расскажут, куда записаться, кому записаться, какие процедуры, на какой день, на какое время. Все, и, конечно, уже отработано. Сейчас ты уходишь в отпуск, а там с новыми силами. Когда вернешься, когда? Когда вернешься, когда? Когда ждать? 16 сентября уже начинаю работать. Уже скоро. Прекрасно. Будем ждать. У нас сегодня в гостях Юрий Седов. К сожалению, подходит к концу этот час. Он пролетел очень быстро, потому что столько всего успели обсудить с удовольствием. Все это так под пятничному было весело. Все очень насыщенное плодотворение. Есть еще такой блиц вопрос у меня, Юрий. Юрий, опиши себя в трех словах. Ух ты. Всего в трех. Ух ты. Ну, вот я какой есть, такой я есть. Я не поменяюсь, наверное, не со временем. Я каким был, таким я и остался. Веселый, добрый, нежный, ласковый. Когда-то бываю очень сердитый, но справедливый. Вот. В прямом эфире понравилось? Да, хорошо, я еще хочу. Мы тебя ждем. Будем иметь в виду. Спасибо. То пожелаем слушателям радиостанции Монте-Карло и Тверской проспект Регион телеканала. Будьте красивыми. Приходите к нам за красотой. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо, Юрий, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok